Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно. Я представляю Институт истории и ствознания техники Российской Академии Наук и являюсь главным редактором журнала «Вопросы и истории и ствознания техники». Вы все, наверное, имеете огромный опыт редакторской работы. Я, к сожалению, такого опыта не имею, поэтому буду рассказывать больше о проблемах, чем о каком-то положительном, позитивном опыте, который существует у вас. Наш журнал существует с 1956 года, то есть более 65 лет. И вначале он выходил два номера в год, потом с 1980 года стали выпускать уже четыре номера в год. И, казалось бы, такой журнал с такой многолетней историей не нуждается уже в том, чтобы доказывать свою значимость среди академического сообщества. Но оказалось все совсем не так. Оказалось, что существует проблема. О которых я очень коротко вам расскажу. Когда я стал главным редактором журнала, я увидел, что редакция и редакционный совет – это такое, знаете, замкнутое сообщество, замкнутое пространство, причем которое позиционировало себя с академической такой, знаете, чистотой, причисляли себя к такой белой кости. Мне напоминало это произведение известного писателя, лауреата Нобелевской премии Германа Гесса «Игра в бисер». Когда там были магистры, собрались магистры, они сами придумали игру, сами в эту игру играли. И также в этом журнале нашем оказалось, что авторы были сотрудники только одного института, со стороны практически никто не печатался, сами писали и сами же читали свои работы. И хотелось преодолеть вот эту замкнутую ситуацию, вот это замкнутое пространство различными способами. Причем аргументы вот этой вот консервативности были самые разные. Например, в 80-е годы уже журнал был в международных базах цитирования, причем там даже не было аннотации на русском языке. Но и с тем, что наши ученые выезжали на конференции различные, участвовали в международной жизни, журнал был известен зарубежному сообществу и индексировался достаточно длительное время. Потом мы вышли из КОПСа. Существовали также материальные трудности. Почему? Потому что не было своего помещения, не было возможности оплачивать работу редакторского коллектива. Более того, главный редактор находился пять лет в длительной командировке, его тоже не видели. И так получилось, что редакция, она еще в период до пандемии уже ушла на дистанционный режим работы. То есть они как-то так общались по определенным видам связи, но никто их не видел. То есть такое виртуальное сообщество образовалось. Пришлось менять ситуацию в корне. И, конечно, поскольку я директор организации и имеется у меня административный ресурс, я, конечно, организовал и замечательную комнату, и самые последние компьютеры, то есть новейшее оборудование, и зарплату редакторам и членам редколлегии положил. То есть работа началась. Но я понял, что есть люди, которым можно платить 2 миллиона в месяц зарплату, работать они лучше не будут. Поэтому приходилось очень внимательно проводить кадровую политику. Выбирать таких людей, которые будут, не побоюсь этого слова, патриотами своего журнала, патриотами своей области знаний, патриотами организации, в которой они работают. Можно следующий. Но, к сожалению, проблемы материального плана и проблемы закрытости – это только часть проблем. Существуют, например, проблемы цензурирования, цензуры. Но, например, так получилось, что один из авторов, который написал по истории техники статью про атомный проект, опубликовал рисунки. И там были схемы и чертежи различных атомных установок, атомных бомб. Все, мы верстаем номер, журнал, все. И тут звонок из вышестоящей инстанции, из ФСБ. Как хорошо, что нас читают. Я думал, что мы читаем только друг друга. Оказывается, нас читают. Значит, позвонили. Сказали, вы знаете, а это секретная информация, это госстайна, которая, оказывается, в архивах у нас хранятся эти документы. Там прошел определенный период, срок, то есть определенные есть нормы хранения архивных документов. И, пожалуйста. И причем иностранец написал эту статью. Иностранец, что удивительно, даже не наши соседчатки. Но в итоге мы, конечно, этот номер изымаем, убираем. Значит, все это быстро, в скором времени переделываем. Есть, например, статья, и была такая статья, про различные видеосъемки с космоса. Человек зачитал диссертацию в закрытом совете по цифровой вот этой вот видеофотосъемке с космических кораблей. Написал статью с указанием, значит, где размещаются эти все приборы, да и объекты и так далее. И все это так подробно и то же. Когда мы отдали одному из рецидентов, был задан вопрос. А вообще, материал можно публиковать или нет? Но это вот такой момент технический по поводу государственной тайны. Есть еще этический момент. Ведь мы часто описываем биографии ученых, мы работаем с их дневниками. И вот одна из последних статей была посвящена биографии известного ученого, физика Сергея Ивановича Вавилова, который долгое время был президентом нашей Академии наук, Академии наук СССР. И вот автор, причем на первоисточниках, на документах, доказывает, что Сергей Иванович был совершенный мизантроп, что он не любил людей. И все это, значит, с цитатами все подкрепляется. Вот можно такую статью публиковать или нет? Вот тоже вопрос. Понимаете, поэтому приходится собирать редколлегию, собирать редакцию, обсуждать. И хорошо, что меняется все в сторону обсуждений. Когда, понимаете, идет обсуждение, когда идут какие-то дебаты, споры, тогда, я считаю, что идет развитие. Иначе просто вот та ситуация, которая была, это можно назвать такая медленная смерть или медленное самоуничтожение. То есть ситуация должна меняться и меняться в лучшую сторону. По поводу того, как мы себя позиционируем, существуют различные рейтинги. В том же рейтинге можно посмотреть, набрать свой журнал и увидеть, на каком вы там по рейтингу Science Index находитесь вместе. И очень можно посмотреть выше и ниже журналы. Чем они лучше, чем они хуже. Все это сопоставить, обсудить. Это тоже бывает очень полезно. По поводу пути развития и продвижения журнала ВИЕД. Ну, конечно, информационные ресурсы нужно активно задействовать. Вы это все из меня знаете. Мы очень активно стали развивать и английскую версию сайта. Причем, вы знаете, привлекать авторов через... Думать, что если мы сделаем замечательные сайты, мы привлечем сразу огромное количество таких авторов, которых будут цитировать, это неправильно. Да, все на каких-то таких человеческих внутренних контактах. И если, например, сейчас идет действительно тенденция такая, что нас... Вот, например, меня исключили из двух международных журналах. Из редколлегии двух международных журналов не спросил. Даже мы, тем не менее, позиционируем себя открытой системой, открытым журналом. Мы привлекаем всех, ну, таких действительно маститых историков науки, историков техники зарубежные. И, кстати, никто нам не отказал. То есть у нас перечень страны и США, и Канады, и Великобритании, и Франции. То есть у нас члены, международные члены редколлегии, никто, ни один, ни один член редколлегии не покинул наш журнал. То есть все продолжают не просто работать, не просто участвовать в рецензировании, но продолжают также и писать статьи к нам, что тоже, я считаю, немаловажно. Более того, я считаю, что каждый журнал должен расширять тематику исследований. Может быть, возвращаться к какой-то старой тематике, расширять тематику. Вот наш журнал, если проанализировать публикации последних, допустим, семи лет, то видно, что в основном интерес пал на историю отечественной науки, историю отечественного естествознания и техники. Потому что это действительно проще. Все архивы хранятся у нас в России. Ученые читают литературу на русском языке. Гораздо сложнее, например, заняться античной историей науки или средневековьем каким-то. Поэтому мы продвигаем и стараемся привлекать авторов, которые работают и не только по европейской науке. Огромный пластырь науки существовал и на Востоке. Сейчас, тем более, поворот на Восток. У нас буквально две статьи должны выйти. В ближайшее время это статьи наших китайских авторов тоже о истории естествознаниях в Китае. Коллеги, дальше по поводу информатизации пространства журнала очень активно можно использовать различные социальные сети, которые тоже, конечно, закрываются в настоящий момент. Но, тем не менее, я был удивлен, что, создав социальную сеть, очень много молодых людей, которые совершенно не имеют отношения к науке никакого, стали включаться в обсуждение различных проблем. Есть блогеры, которые сидят дома, снимают себя, они увлекаются и рассказывают по истории науки, как неудивительно. И у них огромное количество подписчиков, даже больше, чем в нашем журнале. То есть они интересны, они привлекательны молодежи. И, возможно, вот, конечно, мы их не печатаем, естественно, там нет такого уровня, но то, что они принимают участие и подтягивают каких-то людей, и интерес к журналу повышается, это тоже хорошо. Ну, конечно, по поводу иностранных авторов я сказал, по поводу, конечно, качества аннотации на английском языке. Естественно, я привлек специалиста, переводчика, который профессионально приводит, потому что, ну, до этого, например, мне попалась аннотация, и там описывается, ну, по-английски Жадина будет Гриди. И там описывается про какую-то Жадину, биографию Жадины, Жадина в науке. Я думаю, что за Жадина? Оказалось, был такой гидробиолог, известный изоолог, Владимир Иванович Жадин. Жадин. То есть просто, да, где-то нам в гугле переводчики перевели, и вот, значит, везде тянется вот эта вот Жадина. Вот. Коллеги, и в заключении я хочу сказать, что сейчас сложное время, но время не выбирают, да, нам приходится работать и жить в том времени, в котором мы живем. Для меня и до сих пор непонятна одна такая библейская истина – время разбрасывать камни и время собирать камни. Вот, наверное, сейчас время собирать камни, потому что мы опять возвращаем прежних авторов, да, мы возвращаем людей из зарубежья, может быть, каких-то иммигрантов, которые тоже работают в нашей тематике, да, привлекать к работе с журналами с нашими, привлекать к работе наших редакций, привлекать к работе наших изданий. Я вам всем желаю успехов на этом непростом поприще. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.